Балконе куска не хватило, да? Проходят линии энергопередач. Да, красота! Блин, да покрасили бы в черный, в белый цвет, да уже бы лучше бы смотрелось. А застройщик группы компаний самолет не может. Давайте жить лучше СПБ реновации. Это обычный подъезд. Закрыли все косяки плиткой. Какая прекрасная картина. Просто завязали вот такой веревочкой. Смотрите, какая дырень. Коробка от памперса под спам. Управляющая компания молодцы. Все атрибуты комфортной жизни. Аптека, магнит, красная и белая, шаверма. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Новая Колпина расположен в Колпино, на загородной улице. И название улицы говорит само за себя. Комплекс возводят на территории, где уже были жилые дома. Их признали ветхими и демонтировали. Основной плюс здесь приобрести квартиру – это питерская прописка. Ближайшая станция метро Рыбацкая. До нее 11 километров. Застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик СПБ Реновация «Красный кирпичник» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. На данный момент проект из себя представляет 17 11-этажных зданий, построенных по монолитной технологии с облицовкой из кирпича. Каркас зданий монолитный, заполнением стен из газоблока в 40 сантиметров толщиной. А за ним идет и фасадный кирпич. Пирог межэтажного перекрытия состоит из монолитного железобетона в 16 сантиметров толщиной, с звукоизоляционным слоем в 1 сантиметр толщиной и стяжкой в 4 сантиметра и 5 миллиметров. Стены в соседние квартиры на межквартирный коридор из бетона и бетонного камня. Здесь будет все в зависимости от выбранной вами квартиры. У бетона, считай, звукоизоляция будет выше. А вот у камня тут все в зависимости от того, как его служат строители. Будете вы слышать своих соседей или нет? Друзья, вот кто уже живет в Новом Колпино, поделитесь, пожалуйста, с нами. Слышно соседей или нет? В квартирах вертикальная разводка системы отопления. А на последних этажах, примерно на уровне подоконника, автоматические воздухоотводчики. Такой бонус от застройщика. Да и отделка санузлов с открытыми трубами и просто белыми стенками без кафеля смотрится достаточно специфически. Согласно проекту застройщика, система вентиляции запроектирована приточной вытяжной с естественным побуждением. Так еще проектировали и строили в советские годы. Класс энергоэффективности зданий С и Б. А высота потолка в 2,58 метра и в 3 метра 4 сантиметра. В Финляндии, к примеру, демонтируют неэнергоэффективные дома и строят энергоэффективные здания. А у нас в 23-м году продолжают проектировать и строить. А теперь слушайте, друзья, внимательно. Застройщик уже просрочил ввод в эксплуатацию двух зданий в жилом комплексе Новая Колпина. Также на эти дома закончилось разрешение на строительство. То есть мало того, что они не сдали в 4-м квартале 2022 года два дома, таким еще и строить нельзя, пока не получат новое разрешение на строительство. В 8-м строящихсях зданий будет 3646 квартир, 346 мест для парковки на территории комплекса и 1242 машинное место вне территории комплекса. Но, к сожалению, застройщик нигде не указал, где же это вне территории комплекса. Вот вы как думаете, где эти места? Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. На момент съемки видео однокомнатную квартиру в жилом комплексе Новая Колпина можно приобрести от 4 миллионов 500 тысяч рублей. А все квартиры застройщик передает в чистовой отделке. Квартирография в строящихся восьми зданиях выглядит следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры займут почти 76% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 19% и трехкомнатные квартиры 5%. В детском саду номер 23 Колпинского района вакантных мест нет. В 452 школе аналогичная ситуация вакантных мест нет. На территории комплекса застройщик обещает построить детский садик на 220 мест. На сайте своем он указал, что уже получено разрешение на строительство детского сада. Но я его там, к сожалению, не нашел. Либо я не увидел, либо застройщик забыл выложить. Рядом с комплексом производство металлообработки, кирпичный завод, кнауф-пенопласт и мебельное производство. Конечно, есть и новостройки. Напомню, что однокомнатная квартира в Новом Колпино стоит от 4 миллионов 500 тысяч рублей. В жилом комплексе Астрит от 6 миллионов 400 тысяч рублей. В жилом комплексе Ютори от 7 миллионов 900 тысяч рублей. А на другой стороне реки Невы, где возводит ЦДС жилой комплекс Город Первых, однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Так что, уважаемые хейтеры из Города Первых, выбор есть всегда. Друзья, обзоры на жилые комплексы Ютори и Город Первых есть на моем канале. Ссылки для вашего удобства оставил в описании к этому видео. Посмотрите этот ролик и потом пройдите и посмотрите. Почувствуйте разницу. Так как здесь уже сдали дома и живут люди, сейчас мы с вами все внимательно посмотрим. Шаверма, красная и белая, аптека, магнит. Все атрибуты комфортной жизни. Отличная дворовая территория. Обратите внимание, какой классный забор. Наверное, чтобы ваша маленькая собачка или голубь не смогли пройти. Надеюсь, что под снегом есть трава. Какие елки, деревья, красота. Но если взглянуть на фасад, то можно увидеть массу нюансов. Один из первых, вот я обращаю внимание, второй этаж. Вот оно перекрытие. Оно здесь видно, штукатурено. И вот что-то камень здесь отделочный, достаточно темный. Такое ощущение, что туда попадает влага. Если обратить внимание на перемычку над окном, то она из металла. И что это значит, друзья? А это значит, что у разных материалов разная теплопроводность. И не забывайте, что металл ржавеет. А ржавчина уже даже видна невооруженным взглядом. Да, были вот такие аналогичные дома, которые признали аварийные, демонтировали и построили вот такие. Вот здесь, кстати, класс энергоэффективности Б. Есть даже видеонаблюдение. Давайте пройдемся и прогуляемся. Не знаю, застройщики или управляющая компания от застройщика. Это группа компаний Самолет. Поставила вот такую красивую елочку для жителей. Но обратите внимание, какая красота. Недорогое детское оборудование, скамейки, урны. Притоптан местами убран снег. Раз качель, два качель, карусель. Ну, оцените, друзья, по мне неплохо. Потому что есть нормальное заполнение и есть где поиграть детям. Также отмечу, что расстояние между домами достаточно большое. И вот у меня лично какого-то дискомфорта это не вызывает. Ну, это одни из первых сданных домов. Что мы здесь видим? А мы видим, что вот это у нас покрытие облазит. И это, кстати, не на штукатурочка, а очень похоже, что они что-то здесь приклеили. Да, что-то здесь приклеили. И вот обратите внимание, как уже с этого покрытия сходит краска. Если еще дом на гарантии пять лет не прошло, естественно, управляющая компания обязана обратиться к своему застройщику для того, чтобы это все исправили. А вот и садик номер 23, который расположен в центре жилого комплекса. А жители говорят о том, что его должны торжественно открыть 16 января. Цифра 1 понимает, что это первый подъезд. И все сделано в уровень с землей. А вот здесь в Соле мусоросборочная камера. Отсюда это притащили. Очень интересно. Стандартный подъезд. Заходим. У нас есть тамбур. Просто лежит коврик, об который можно вытереть ноги. Ну, здесь видно, что-то было. Его демонтировали. Стекло. Здесь стекла нет. Ну, для меня, конечно, хотелось бы, чтобы вот здесь было полностью стекление. Сразу видишь, кто входит. Кто, соответственно, выходит. Почтовые ящики. Коробка от памперса под спам. Управляющая компания молодцы. Спасибо за видеонаблюдение. Цифра 1. Здесь уже видно, что-то пытались исправить. Да, наверное, похоже, информационную доску от управляющей компании. Самолет. Переставили. Вот сюда. Здесь же теплее. Лестничные марши. Вертикальная система отопления. Лифт. Ну, и поднимемся на последний этаж. Кстати, лифт расположен вот так, а не вот так, поэтому сюда очень удобно закидывать длинномерные предметы. Вернее, не закидывать, а заходить с ними. Зеркало. Слушай, на улице очень холодно. Смотрите, какое красное. Вообще капец. Ух, дубочище. Отис Ген-2 с режимом регенерации экономит до 70% электроэнергии. Первые дома у нас 9-этажные, а все остальные у нас уже пошли в 11 этажей. Обращу внимание, что такая высотность не из-за того, что застройщик такой молодец, а потому что здесь низко летают самолеты. И из-за этого высотность здания ограничена. 9-й этаж. Тут уже ощущение потрескалось. Ох, вот здесь хоть теплее. Отделка. Белый цвет. Смотрится неплохо. Ну вот, я не знаю, как у них это прошло, но вообще по безопасности вот это еще должно быть закрыто. Смотрите, какая дырень до самого низа. Как-то не очень. Выход на кровлю техэтаж. Ой, на техэтаж, на кровлю. И здесь, смотрите, что сделали. Просто завязали вот такой веревочкой. В управляющей компании самолетов видно совсем так все плохо, что нет даже денег на какой-нибудь приличный замок. Обычные звонки, широкие, но при этом недорогие двери, висящие провода, атрибуты современной и комфортной жизни. Да, очень интересно. Вот это прикольно, да, так как раз. Здесь у тебя такое колено есть. Ну и, конечно, смотрите, в кабель-канале тут видно провод интернета, ну и вот совсем практически нет. Ну, конечно, кабель взяли 110 сот, сотка, наверное, да, 10 сантиметров высоту. Могли бы сделать поменьше. Ну, пойдемте, пройдемся, посмотрим. Значит, с высоты девятого этажа мы можем обратить внимание вот на эту всю площадь. Здесь все застраивают домами. Обратите внимание, что фундамент здесь свайный. На данный момент мы с вами видим в центре кадра, что рабочие разбивают оголовки сваи, вот выгибают сейчас арматуру, и потом это, соответственно, обвяжут с монолитной плитой. Вот она, друзья, достаточно хороший, мощный фундамент. Ну, вот здесь тоже, обратите внимание, мало то, что здесь дырень, еще она и здесь по периметру идет. Ну, как-то так странно, хотя бы, не знаю, сетку бы ставили. Сюда может упасть маленькая животина, собачка, кошечка, попугайчик, нога ребенка застрять, даже взрослого. Какая прекрасная трещина на стяжке. Вот сейчас я вам, друзья, на примере объясню, почему лучше, когда горизонтальная разводка системы отопления, то есть трубы идут под стяжкой, нежели чем вертикальная. Во-первых, вот здесь есть технологические отверстия, либо застройщик просверлил, либо их пробил. И так как трубы, когда идет горячая вода, они из металла, они расширяются, для этого есть вот такие металлические стаканы. Через них проходит труба, ну и сами понимаете, проходит звук и все остальное. Здесь, соответственно, ну, такое ощущение, что залили просто пеной, вообще специальный шнур, который туда нужно забивать, чтобы это было плотно. Ну и в зависимости от того, как это сделали у вас качественно в квартире, такая будет звукоизоляция. Я просто не удивлюсь, когда вы сидите в комнате или там на кухне и принимаете пищу, и слышите разговоры ваших соседей снизу, к примеру, либо с верхних этажей. Вот как раз через вот эти места отлично проходит звук. Кстати, кто знает, как это называется? Напишите в комментарии. Ну и, друзья, напомню, здесь нет подземных парковок, их здесь вообще нет, то есть все паркуются на территории. Обратите внимание, сейчас у нас 12 часов 18 минут, и все забито машинами, все. А представьте, что здесь творится вечером. Пока припаркуешься, ни один, наверное, круг проедешь. Какая прекрасная картина. Вот здесь мы с вами можем рассмотреть двери от застройщика. По периметру идет дерево, а это просто ДВП. Это вот те двери, которые можно пробить кулаком. Высоланы фасадной стене, трещины, отваливающая штукатурка с краской. Ой, какая красота. Убежала даже пленка с цифры номер 5. И вот обратите внимание, видите вот этот провод? Это у нас провода интернета. И знаете, вот мне совсем непонятно, как вы так проектируете дома, что не можете запроектировать прокладку вот таких интернет-проводов под землей в определенных коммуникациях. Почему все дома должны, там тоже видно, быть опасены такими проводами? И чем больше провайдеров, тем больше таких интернет-проводов. А вот между пятым и четвертым подъездом, если обратить внимание на монолитные перекрытия, то видны трещины. При этом трещины видны на каждом перекрытии. Как построили? Качественно? Как считаете? Поэтому застройщики и любят вентилируемый фасад. Вот, прикрепили направляющие, закрыли все косяки плиткой, как смогли, и все. Трещин вы уже не увидите. А вот они и впереди, самые свежие дома, которые сдал застройщик. Попробуем пройти и посмотреть, есть ли отличия от первой очереди строительства. Кстати, обратите внимание, как здесь управляющая компания самолет очень хорошо, я считаю, убрала. Ну что, здесь первое отличие. Мы видим подъезд, не видно никаких цифр. Как было в предыдущих, это, я считаю, минус. Да, здесь начал почему-то застройщик экономить. Да, друзья, но зато здесь есть указатель мусоросборочной камеры. Получается, жильцы вышли, кнопочку нажали и здесь выкинули. Вот, ну, я считаю, например, что это не очень удачное решение. Почему? Потому что в доме не должно быть такого. Я считаю, должны быть отдельно отведенные места на территории комплекса. Это мое мнение. Вот он, новый дом. Вот она, входная группа. Нажать, чтобы вызвать, если нужна помощь. Ну, визит, система допуска, одна из недорогих. И по мне, она отстала в дизайне далеко от жизни. Парадная номер два. Уважаемая группа компании «Самолет», какая-то парадная. Это обычный подъезд. Ну, уж давайте называть вещи своими именами. Первое, что мы видим, здесь просто открыта дверь. Что-то не работает, а на коврике застряла. И, друзья, смотрите, как она проржавела уже здесь. А вот здесь, если обратить внимание, смотрите, из-за того, что она не плотно прижимается, вот это все, слушайте, ничего себе. Это просто такая налить. Вот, смотрите как. Здесь что-то прорезали, тут уже все сгнило практически. Штукатурка уходит в другие места, потому что так качественно сделали. Отличного настроения. Ну, конечно, когда отсюда ушел, сразу настроение поднимается. Недорогие почтовые ящики. Ну, большое спасибо, что нормально. Нумерация заводская, красивая, одинаковая для батареек. Здесь тоже, смотрю, вот она, видите, вся падает там. То же самое. Доотчики все поснимали, потому что это очень неудобно. Огромное количество дверей. Здесь тоже все в ржавчине. Лифтовой холл. Информация от управляющей компании. Почему-то на таком низком уровне сделана будка для звонков в лифт сотрудникам МЧС. Здесь есть зеркало, это плюс. Сам холл лифтовой достаточно небольшой. Ну, не на что сказать. Не знаю, делайте. Пишите в комментариях, как вам этот холл. Давайте жить лучше СПБ-реновация. Ну, давайте жить лучше СПБ-реновация. Стройте лучше, делайте более качественные проекты. В каждом подъезде у нас два лифта. Груза пассажирский и пассажирский. И вот здесь, друзья, в отличие от первой очереди, лифт уже стоит вот так. Чем в девятиэтажке, в которой мы были сюда, уже не очень-то удобно затаскивать крупные и длинномерные предметы. Но зато спасибо Обиту, который теперь называется Енева. У которой сделал вот такое временное ограждение лифтов. И посмотрите, вот сюда вот, ну, реально приятно зайти. Стоит своя реклама. Ну, классно же, молодцы. Вот почему-то Енева может, а застройщик группы компаний «Самолет» не может. Для меня это странно и непонятно. А лифт, кстати, едет тихо, достаточно быстро. И мы уже с вами почти на одиннадцатом этаже. Отис был пьян и криво наклеил наклеечку. О, здесь он разговаривает. Одиннадцатый этаж. И здесь уже вот такая штука с цифрами. И, в отличие от первой очереди, прекрасный вид. Знаете, вот у меня ощущение, что я не на одиннадцатом этаже. А у меня ощущение, что я в подвале. Причем в жутком подвале, где уже давно все разваливается. Обратите внимание, здесь мотор. То ли они специально это выдрали, потому что что-то с ним делали. Либо это вот от времени так произошло непонятно. Вот здесь тоже штукатурка вся попадала. Здесь вот кабель-канал, почему-то заглушек нет. Все как-то так. И вот эти, обратите внимание, вот эти клапана с этими сетками. Блин, да покрасили бы в черный, в белый цвет, да уже бы лучше бы смотрелось. Вот это тоже, ну, убого. По-другому я ничего не могу сказать. Просто смотрится убого. Вот это что такое? Что, короб на место не поставить, чтобы это хотя бы красиво было? Господи, ну почему руки такие кривые? Руки-крюки. Да, красота. Красота. Как вам, друзья? Ведешь друзей к себе домой? И так, типа, закройте глаза и проходите, чтобы не видеть этого всего. Слушайте, ну здесь такое ощущение, что, я не знаю, какое-то спецучреждение, там, не знаю, интернет-провайдер, какой-нибудь коммуникационный объект, где, вот обратите внимание, куча-ка работ, тут такое ощущение, что просто все в проводах, какие-то узлы связи, там, и все остальное. Смотрите, нет наклейки, кто ответственный за пожарную безопасность, тоже непонятно. Это камень в огород управляющей компании, но зато хотя бы здесь мы видим зумер. Вот он, видите, красненький. Надеюсь, что-то здесь работает. Ну-ка, открываем ладрун. О, здесь есть рукава пожарных гидрантов, бутылка из-под воды, еще какая-то упаковка. Ай да молодцы! Ай да красавчики! Выход на лисичные марши. Давайте выйдем, посмотрим. Вот здесь выход очень удобный, тамбур очень маленький. Открываешь дверь, и мне вот рюкзак уже вторая дверь зацепила. Ох, как здесь накурено-то невкусно, фу! Но ограждающая конструкция простая, смоется нормально. Ох, 11 этаж, ничего себе, смотрите, как они сделали. Молодцы! И вот этот, как его называли, нулиум, еще не убежал. Так, спустимся ниже. Какие-то мотыльки. Ой, здесь, смотрите, нормальная табличка, но с доводчиками. Его здесь просто нет. Классно, да? И вот это вот не дожимает дверь. Если бы она нормально бы дожимала, то этого бы звука, друзья, бы не было бы. Да. Ну вот обратите внимание, да, обычный подъезд. Вот так они вытаскивают, соответственно, мусорные баки для того, чтобы приехала машина, их забрала. Ну, считаю, что это не очень здорово, потому что, если ты здесь припарковался, не дай бог, могут и машину задеть. Ну, и, в принципе, лишняя работа для тех персонала, управляющей компанией. А в новых проектах, кстати, уже классно видно. Застройщик обратил внимание на то, что люди остекляют свои балконы, поэтому он, видите, остеклил их сам. Часть балконов есть, где на уровне там, наверное, метра 20-ти, метра 30-ти есть ограждение из кирпича, потом идет остекление, а часть, видите, аж с таким панорамным остеклением. Но балкончики достаточно узкие, но если у тебя есть панорамное остекление, я считаю, это достаточно круто. И вот обратите внимание, вот здесь, видите, балкон, то есть нижнюю часть сделали такую, что если ты выходишь, к примеру, в трусах, то тебя не будет видно. Вот обычно делают всегда стекло более затемненно, но здесь застройщик не стал заморачиваться, а сделал так, как ему, соответственно, проще. Деревья, вижу, вот здесь совсем небольшие, даже, может быть, это кустарники, все, больше ничего не видно. Впереди мы с вами видим современную детскую площадку от застройщика. Это площадка, рассчитанная на совсем маленьких детей. Обратите внимание, какие небольшие горки. То есть здесь деткам постарше будет не так интересно, как мы видели с вами. Другие площадки, но оборудование здесь недорогое, но его, считаю, на этот двор достаточное количество. То есть есть где поиграть. Ну и так как этот комплекс, соответственно, один, территории здесь не закрыты у каждого дома, то, соответственно, дети будут гулять от одной площадки к другой, как обычно. Магнит. Тоже хорошо, когда на территории, в принципе, здесь все есть. Есть аптека, продуктовый магазин. А вот и территория для детского садика на 220 мест. Ну и видно кадастровый номер. А где разрешение на строительство? Я его здесь не вижу. Если, кстати, кто-то из вас, друзья, нашел разрешение на строительство для детского садика, поделитесь с нами, пожалуйста, этой информацией. В 90-х, помните, дома, когда строили, и в советское время из такого красного кирпича, вот чем-то мне те дома напоминают вот эти современные. здесь, видите, застройщик начал делать парковую зону, то есть вот такой будет променад для жителей. И вот видно уже здесь деревья повыше. О, слабак выкинул елку, даже не дождался весны. Ну, как видите, вот она начинается, промка. В части вокруг там часть это промка, часть это старые постройки, какой-то такой свежий лесок. И обратите внимание, забито все. Вот видите, вот даже в два ряда люди встают, потому что реально припарковаться здесь негде. Мест катастрофически не хватает. Друзья, внимательно смотрите на монолитное перекрытие серого цвета. Смотрите. Есть ощущение, что здесь просто на балконе куска не хватило, да? Есть такое ощущение или нет? Напишите в комментарии. Между промкой и жилым комплексом проходят линии энергопередач. Посмотрите на перекрытие это и здесь, друзья, какая красота. Здесь просто отчетливо видно, что похоже куски упали вниз. Да? Вот есть такое впечатление? У меня такое впечатление вот здесь. О, вот тут. Ощущение, что вот кусочек как раз уже валяется. Да, бахнуло так, что даже стекло немножко пробило. Нормально строят, красавцы. А большинство людей, которые здесь приобретают квартиры, они что делают в первую очередь? Они делают ванны, потому что в ваннах, кроме ванны и специфической плитки на полу, больше застройщик ничего не делает. Они закрывают эти убогие трубы, они перекладывают плитку, меняют ванну, кто-то ставит душевые кабинки, кто-то ставит нормальные чугунные современные ванны. Поэтому здесь, конечно, если у вас есть наличные деньги, намного интереснее приобретать вторичное жилье. А вот и отличный показатель. Обратите внимание, раз дом, два дом, три дом. Получается, такая у нас буква П. Посередине территория детского садика, и у детского садика должна быть своя огороженная территория, чтобы дети никуда не убежали. Вот на забор пошел. То есть здесь, получается, у дома территории вообще нет. Ну и обратите внимание тоже на перекрытие второго этажа. Смотрите, какая красота. Как качественно строит, эксплуатирует здание застройщик. Молодцы. А что это за черное пятно на фасаде здания? Может быть, кто-то знает из вас, друзья? Из плюсов у управляющей компании есть трактор, который занимается уборкой территории. Да, вот они дома, которые застройщик сдержал сдачу, должны были сдать еще в четвертом квартале 22-го года. Тут что-то, видите, поинтереснее сделали, паутинку, небольшой лазер, большое количество скамеек, спортивная есть площадка. С комплексом граничит здание интерната, вот такая старая послевоенная застройка. Я вот с этим не удивлюсь, что эти дома рано или поздно также аналогично демонтируют и построят новое Колпино-2. А вот центр экрана как раз и школа. И для меня здесь большой плюс, обратите внимание, вот там остановка общественного транспорта, школа, детские сады, 11-этажные здания. Я считаю, что достаточно неплохо, учитывая стоимость объекта. Смотрите, какая красота. с высоты соседнего дома отлично виден детский садик, который 16-го числа должна открыть за домами следующий этап строительства, где 8 зданий возводят. вот это у нас получат территории домов, которые должны были сдать еще в 4-м квартале 22-го года. по стеклам, по крышам конденсата я понимаю, что здесь холодное стекление. Попросил разрешение пройти, чтобы меня провели в квартире, но сказали, что нет, весной типа будет шоурум, приходите. Лэб, небольшая территория, но в принципе вот такая, друзья, картина. У жилого комплекса Новая Колпина есть как свои плюсы, так и свои минусы, но если бы у меня встал бы выбор между приобретением квартиры в Новом Колпино и в городе первых АЦДС в Новосаратовке, я бы, друзья, выбрал Новая Колпина. Нужна помощь с недвижимостью? Звоните. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»